Один из претендентов в партийный кадровый резерв снял свою кандидатуру с предвыборной гонки по состоянию здоровья. Теперь их 77. В городском филиале партии Нур-Отан сегодня сообщили дату дебатов и разъяснили, на какие средства проводится агитация. Все подробности у Тимофея Голева. Напомню, все, кто пройдет в партийный кадровый резерв, смогут претендовать на депутатские мандаты в городском ослехате. Организационный комитет предусмотрел проведение дебатов. Это по желанию кандидатов. Состоятся они 13 ноября в областном филиале Нур-Отана. За три дня в социальных сетях пройдет анонс. Желающие принять участие подают заявку в Павлодарский городской филиал партии Нур-Отан, где на единой площадке кандидаты смогут не только представить свою агитационную программу, но и продемонстрировать, самое главное, свои принципы, приоритеты, свою готовность действовать в интересах избирателей. Запреты четко регламентированы. Снять с гонки могут за оскорбление оппонентов и дискредитацию партии. Сегодня же стало известно, агитационная работа проводится только за собственные средства кандидатов. Агитационные материалы они могут раздавать как населению, так и членам первичных партийных организаций, могут развешивать билборды, свою программу. Все эти материалы они могут предоставлять населению. Само голосование пройдет в два этапа 16 и 17 ноября в первичных партийных организациях. В бюллетень внесут фамилии всех 77 кандидатов. Если, конечно, больше никто не откажется от участия в гонке. Тимофей Горев, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис».